Триста шестьдесят пять лет со дня Переяславской рамы. Да-то, прямо скажем, не круглая, казалось бы, не стоит про нее вспоминать, если бы не то, что происходит вокруг. Поэтому любой повод сказать что-то об этом событии необходим. Каждая дата, она совершенно не случайна. Как образование ее не случайно, так и то, что мы ее вспоминаем, не случайно совершенно. Триста шестьдесят пять лет тому назад объединился суперэтнос. У нас об этом как-то мало говорят. В едином порыве украинский народ, русский народ. Царь Алексея прислал Бутурлина. С этой стороны был Богдан Хмельницкий. И так все, все радость и счастье. А почему это произошло? Почему не объединились с Польшей? Почему не объединились с Турцией? Хотя, возможно, такие были. Потому что был единый суперэтнос, который остается единым и сейчас. И то, что произошло триста шестьдесят пять лет тому назад, поверьте мне, произойдет еще один раз. Хотелось бы быстрее, обязательно. С этой связи хотелось бы вспомнить еще несколько дат. Одну из них, то, что мы празднуем все вместе, называется День России. Это сейчас называется 12 июня. 12 июня, а с самого начала называется День Независимости России. От кого независимость? От самой себя? Что, празднуем-то сейчас до сих пор? Странная дата. В то время, как есть другая. 28 июля 988 года. Крещение Руси. Мне, коммунисту, говорить об этом очень хорошо и замечательно, потому что это несколько религиозный акт, сколько высокополитический, сколько акт образования нашей страны. Вот дата России, вот она, вот что нужно отмечать России, Украине и Белоруссии, единому суперэтносу. Тогда, поверьте мне, никаких Майданов бы не случалось. Тогда было бы все совершенно по-другому, потому что понятно, что мы отмечаем. Вам всем здесь стоят, стоящим здесь было бы тоже, надо сказать, понятно, что происходит здесь. Но сейчас идет все по-другому. Поэтому мы вспоминаем, должны вспоминать, великое объединение суперэтносу, двух ветвей одного народа. Одного народа, 365 лет тому назад. И 350 лет никому в голову не приходило, что это, кажется, разные народы, что у нас что-то такое не так, что они, оказывается, люди другой крови, или мы. Ерунда какая. А все произошло от того, что забыли про эту самую дату, про другую. 988 год. Вот крещение Руси. Очень трудно говорить сейчас об этом. Мне, прожившему в Киеве, 27 лет. Садик, школа, техникум, армия, женился, ребенок. Первый фильм, братья, вся жизнь. И вдруг сейчас оказывается, что это все вражеское государство. И я здесь стою в парламенте России, как вообще-то непонятно кто. Кстати, я член, то есть еще и народный артист Украины, кроме того, что Россия. Как это все понимать? Но я надеюсь, я знаю, я уверен в том, что все будет нормально, что все образуется. Потому что всегда, даже в самые страшные свары в одной семье, кончается все любовью и дружью. По этому поводу хотелось бы сказать, я снимал кинофильм Тараса Бульба. Мне, конечно, я хотел сегодня говорить и показать кусок этого фильма у нас в зале. Но там что-то такое не случилось, но заменили все это. Поэтому я попробую сейчас сам вспомнить, что говорил по этому поводу великий писатель. Кстати, русский или украинский? Русский писатель Гоголь, родившийся в Нежиле, который всегда считал русским человеком. И вот его слова. Подло завелось сейчас в нашей земле. Милость польского короля, да и не короля, а гнусную милость польского пана, который с желтым чоботом бьет их в морду. Считают дороже дружбы. Но даже у самого последнего паскуды, есть же внутри кусок русского чувства. И проснется оно. И хлопит он себя, и входит в голову, проклянет гнусную жизнь свою. Поверьте мне, все это случится. Это сказал Гоголь устами Тараса Бульба, который написал. Так оно и будет. Хотел напомнить о том, что в настоящее время у нас идет таргетированная инфляция в России, про это говорит постоянно на Биулина. Но при этом ставка, вернее инфляция, постоянно от 4, опускаясь до 2%, поднимается до 6%. С чем это связано? У нас отличие от Украины в том, что в России есть нефть. Недаром экономисты рассматривают Украину, именно Россию без нефти. Это идеальный пример. Как жили бы мы, если бы не было нефти при равном уровне производства. Поэтому повторюсь, что для экономистов российских Украины это пример того, что Россия без нефти. Кроме того, сейчас идет отделение как раз церкви украинской от нашей русской. И при этом у многих верующих возникает вопрос. Что впервые? Вера в Бога все-таки или политика? И почему-то возникает понимание, что для украинцев, не для них, а для их правительства, политика важнее, чем вера в Бога. Поэтому, хотя мы во фракции КПРФ коммунисты по-прежнему настаиваем на том, что духовность это выше. И поэтому отделение оно не должно произойти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова